150 мешков мусора собрали на берегу Аби в Барнауле во время городской экологической акции, пишет полиция БРУ. Студенты Барнаульского лицея железнодорожного транспорта и Алтайского государственного колледжа убирали все, что оставили отдыхающие на прибрежной полосе реки Обь в районе правобережного тракта. Активистам удалось собрать более 150 мешков мусора. Подобные мероприятия пройдут в зеленой зоне на улице Кулагина, в Березовой роще, на Солнечной поляне и в парке Юбилейный. Барнаулиц оказался на коротком поводке и лишился средств при покупке щенка в интернете. В полиции рассказали корреспондентам аргументов и фактов на Алтае, что мужчина увидел объявление о продаже щенков породы померанский шпиц и договорился о предоплате. Он перевел продавцу 3000 рублей, но телефон оказался выключенным. Деньги мужчине, конечно, никто не вернул, потерпевший обратился в полицию, возбуждено уголовное дело, ну а граждан призывают быть бдительными при совершении покупок в интернете. Чудеса рядом с нами, уверен бийский блогер Геннадий Печенькин, который уже 7 лет ведет свой блог в гостях у печеньки. Автор успел снять и розыгрыши, и взрывы, и городские достопримечательности. Чудеса бийска среди подписчиков особенно популярны. Они оценили экскурсии по Фирсовскому пассажу, Сип-прибурмашу, кинотеатру Алтай и заброшенной туристической базе «Рассвет». Бийскому рабочему Геннадий рассказал, как создал канал, откуда произошла его необычная фамилия, и о том, как сделал самый знаменитый ролик. Идея пришла к автору так. В поисках материала для видеопроекта «100 чудес бийска» автор встретился с сезонным явлением. Огромный ручей был большой, как река, и протекал по улицам города. И решено было сделать цикл интересных материалов. Хотите узнать продолжение? Читайте «Бийский рабочий». Капризы природы на Алтае посреди осени зацвели одуванчики, крокусы и моральник. Явление это привычное в ботанике называется ремонтантностью, объясняет комсомольская правда на Алтае. Чаще всего наблюдается, когда зима не планирует вступать в свои права. Это процесс, при котором некоторые растения способны к многократному цветению и плодоношению в течение всего вегетационного периода. А этому, как правило, способствует теплая погода. В соседней республике Алтай зацвели моральник и огоньки, а в алтайском крае одуванчики и крокусы.